МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканал «НСоюз» начинается передача беседы с батюшкой, ведущей Глеба Линский. И сегодня у нас в гостях претерей Георгий Пименов, сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте. Добрый вечер. Дорогой отец Георгий, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи. Бог благословит. Темой сегодняшней нашей передачи является такая тема. Чем человек может помочь Богу? И может ли вообще человек помочь Богу? Для того, чтобы вы могли нам дозвониться в прямой эфир, пожалуйста, запомните телефон. Код города 812, телефон 677-6244. Мы будем очень рады ответить на все ваши вопросы и услышать ваши комментарии. Звоните, пожалуйста. Будем благодарны. Дорогой отец Георгий, когда мы говорим о возможной помощи человека к Богу, не является ли это какой-то дерзостью и ересью? Это хорошо поставленный вопрос. Потому что речь идет о синергии, о сотрудничестве человека с Богом. И, конечно, было бы прекрасно, с одной стороны, если бы по мановению Божественной руки мы бы завтра стали бесстрастными, построились все воскресные школы, реставрировались бы все храмы, вылечились все больные. Потому что, конечно, неужели Бог хочет, чтобы мы болели или чтобы в руинах мы жили? Но каждого из нас и вообще человека Господь отвалился свободной волей. Дал ему некую державную возможность определиться в этом мире, что ты будешь делать. И поэтому, конечно, помочь Богу, значит, свою волю сонаправить с волей Божией. «Да будет воля твоя, а не моя». Ну, тут значит, что есть моя воля. «Да будет воля твоя, значит, я добровольно выбираю твою Господнюю волю, знаю, что она мудрее, что она строит этот мир, а я могу ошибаться. Но вот найти эту волю Божию, согласиться на ее исполнение, это подвиг немалый». И это, наверное, такая для нас, может быть, какая-то даже аскетика в этом, в уничижении своей воли и в принятии воли Божьей. Но может ли человек так легко и просто принять волю Божью? То есть мы же знаем о том, что, к сожалению, верующих людей не так много. И, правда, знаем о том, что и атеистов тоже очень мало. Но, тем не менее, люди приходят к помощи Божьей, но, наверное, чаще от страха, вернее, не от страха, а от тех событий, неприятных событий, которые происходят. Смерть близких людей, болезнь, заставляют обращаться с молитвой к Господу. Но когда нам радостно, мы редко прибегаем к помощи Божьей, потому что мы, наверное, в этот момент не чувствуем. Неужели нужно обязательно человеку глубоко-глубоко пасть, заболеть для того, чтобы обратиться к Господу? Ну, конечно, это не обязательно. Вот если, мне кажется, возьмем пример такой высокой, высокой аскетики с Хиархимандрита Сафрония Сахарова. Он с детства чувствовал Бога и видел буквально фаворский свет. Он пришел к Богу естественным путем, просто молитвы, предстояния перед ним с детства. Другое дело, что потом, испытывая его, Господь ему послал вот эти вот восточные всякие учения, в которых он извалялся, и потом со слезами плакал, как он изменил вот этому личному Богу, который он с детства знал, буквально видел и чувствовал. Поэтому, конечно, совершенно необязательно для того, чтобы прийти к Богу живому, сначала надо, понимаете, face up table. Бывает, человек чувствует, что у него все хорошо, и в прихожане такие бывают. Куда мне, у меня все хорошо, куда мне свечку поставить? Такие вопросы редко, но бывают. Вот вы сегодня были дежурным священником, и целый день вы провели в храме, наверняка отвечая на всякие вопросы. Но я просто знаю о том, что ваш храм, это, в общем, наверное, такой самый, ну, такой центр по помощи людям, которые находятся в страсти винопития и наркомании. Часто приходят люди, которые вот с такими мольбами, с такими просьбами помочь преодолеть страсти? Приходят часто, приходят практически каждый день. И действительно, еще с конца 19 века в нашем храме было сначала маленькое общество, Александра Невская, общество трезвости, а к 15-му году она стала всероссийским. Его возглавляла покровительство ему государственная императрица Александра Федоровна. Вот, поэтому наш храм, ну, исторически был центром трезвенческого движения и Петербурга, и всей России. Может быть, сейчас такого масштаба нету, сейчас таких центров много, но мы один из них. Вот что, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Дмитрий, я из города Санкт-Петербург. Я хотел спросить, вот, батюшка, может быть, в каком-то плане является вот помощью человека к Богу, когда вот я, например, переживаю за каждую будущую маму, молюсь за них, вообще женщина с детьми, вот я считаю, что нельзя проходить мимо, надо все время помогать. И я знаю, что каждая будущая мама, женщина, они тут под покровом Пресвятой Богородицы. Вот скажите, может быть, вот такая вот помощь и забота, она является тоже, как бы, если можно так дерзнуть, человека, вот, помогает Богу, вот, в таком вот деле. Скажите, пожалуйста, спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос, Дмитрий. Дмитрий, я думаю, что вы идете таким заветом, как раз отца Сафрония Сахарова, который говорил, что боль всего мира надо воспринимать как свою. Может быть, я недословно это понимаю, но вот смысл именно тот. Вот. И когда мы расширяем свое сердце к тем людям, кому плохо, кто там рождает сейчас детей, или находится в выборе таком, рождать, не рождать, вот, это дай Боже, чтобы ваше сердце было перед Богом исполнено сострадание к ним, и, конечно, это помощь для таких людей, помощь молитвенная, с помогием Христосу. То есть, и получается, что вот своей молитвой, своей молитвой он помогает, соответственно, Господу в таком, в обычном нашем, в том числе и молитвенном труде. Но вот если мы вернемся, опять-таки, к проблеме помощи человека Богу, то не могу здесь не задать вопрос о том, может ли человек преодолеть какие-то свои страсти именно вот своим своим размышлениям и своей заботой о себе, как о творении Божьем, и в этом случае помогать Господу? Имеется в виду, конечно, страсти человеческие. Я думаю, каких-то успехов человек волевой, человек, поставивший перед собой какие-то цели, похудеть. Вот я хочу похудеть. Вот. И, может, и Бог тут не нужен. Я занимаюсь диетой, занимаюсь спортом, что-то такое делаю, я прихожу к тому результату, к которому я хочу прийти. Вот. Вопрос в том, что это я делаю для себя. Вот. А если страсти, состояние каждого человека в мире, оно, конечно, влияет на состояние этого мира. Когда ты встречаешь человека мирного, ну, может быть, уже почти бесстрастного, по крайней мере, с тобой сравнивая, с собой сравнивая, вот, то ты сам радуешься. Вокруг этого человека просто какое-то мирное поле. От него исходят добрые слова. Вот. И поэтому каждый человек, который хочет победить страсти не ради того, чтобы я стал прекрасным, таким духовным аскетом, спортсменом, таким отличником у Бога. Вот. А чтобы быть вместе со Христом, вместе со святыми, хоть сзади, но в том же стаде, мне, конечно, нужна помощь Божия, потому что я могу преодолеть какую-то грубую страсть, ну, пьянство тоже самое. Немало людей подшиваются, перестают пить, но озлобляются до предела. Потому что, ну, вот, это не ради Бога. Они не призывают Бога или, так сказать, не умеют это пока делать. Вот. Поэтому, конечно, правильно подвизаться нужно только во имя Бога. Я хочу вернуться к примеру синергии на примере вашего храма, где вы служите, храм воскресения Христова у Варшавского вокзала. Я помню время, когда этот храм только-только передавался церкви. Это был 89-й год, и храм находился, ну, практически в руинированном состоянии. Даже было размышление о том, а возможно ли вообще в принципе его восстановить, и может быть легче снести его и на его месте строить новый храм. Но, тем не менее, сейчас вот храм стоит, и это действительно центр трезвенческой жизни Петербурга. Я так вам, наверное, точно могу сказать, потому что сколько у вас организаций, которые помогают людям бороться со страстью? Ну, на сегодняшний день у нас, как бы, три направления помощи. Может быть, самая такая сильная это центр воскресения, дневной стационар для тех ребят, и девчат, которые решили покончить там с употреблением наркотических и наркотических веществ и проходит месяц-два подготовительный курс для поездки в реабилитационный центр Саперная. Вот, вот, это одна программа. Вот, другая программа это семейный клуб трезвости, который образовался у нас в этом году. По примеру семейных клубов в Москве протерея Алексея Бабурина, вот, по этой методике в маленьких группах проходит занятие семейного клуба трезвости. Вот, и по понедельникам, после молебно-неупиваемой чаши, общество трезвости вот такое традиционное, с обетами трезвости, но дающее тоже свои плоды, и самые, может быть, лучшие плоды, это когда у погибающих там семейных пар, которые просто вот, ну, вот, с круга спились, что называется, они потом приходят с одним-двумя детьми. Вот, это просто вот лучшая проповедь трезвости, которую я слышал и видел. Ну, вот, я вот, опять-таки, вернусь к храму, потому что, ну, понятно, храм – дом Божий, но строили его кто? Вот, кто строил этот храм? – Руководителем строительства был купец Дмитрий Лаврентьевич Парфенов. Вот, на нем лежала, так сказать, материальная ответственность за все, пожертвовал на храм, по-моему, 25 тысяч рублей батюшка Анкронштадтский, и такую же сумму пожертвовал царь Николай II. Поэтому, когда мы приходим вот под своды нашего храма, мы видим там и деньги жертвователей, которые жертвовали здесь, как бы кирпичики, вот эти воплощенные жертвы, и жертвы батюшки Иоанна, и жертвы царя Николая. Вот, поэтому, конечно, в этом смысле храм теплый, потому что он на народные деньги, на деньги святых людей создан. – Но вместе с этим понятно, что храм еще до революции сразу стал центром и братства Александра Невского, и вообще трезвенческие ходы, крестные ходы, которые проводили здесь, в них участвовали десятки тысяч людей. То есть все-таки люди получаются, что это как раз есть вот та самая синергия, когда люди приходили Господу в этот храм, но еще ко всему, конечно, исцелялись с помощью Божьей, но и со своей помощью тоже так же ведь было. – Одна из форм молитв – это крестный ход. И тот маленький крестный ход, который у нас происходит, вот в этом году будет 21 июля после поздней литургии в память отца Александра Рождественского, имеет многочисленные и там многокилометровые крестные ходы, которые устраивал сам отец Александр Рождественский, и после него протерепетр Миртов. Это были крестные ходы от нашего храма, куда включались трезвенческие группы, движения с других храмов, и шли по Невскому проспекту, в Калистан-Невской лавре. Мы сейчас проводим это раз в году как от Казанского собора с иконой Александра Невского, а тогда это был до революции самый известный крестный ход. А самый длинный был от нашего храма в Стрельну, в Сергию, в Пустынь, потому что там была детская школа трезвости. – Детская школа. – Возглавляемая иеромонахом Павлом Горшковым уже в годы Великой Отечественной войны настоятелем Псково-Печорского монастыря. – У нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. – Здравствуйте. Меня зовут Игорь Викторович. Я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос. Все, что человек сделал доброе, это от Бога. Хочи, он бы глупостей не совершил, это и грехи. Как вы считаете, может ли Бог помочь человеку, если он не отказывает шар-шпиртного? – Интересный вопрос. Не отказывается от спиртного? Может ли Бог ему в этом? – Мне кажется, конечно, Бог никого не отвергает. Если человек по немощи своей, по какой-то привычке не отказывается от спиртного, это не значит, что он вышел из зоны промысла Божия и просто совсем погиб. просто, к сожалению, обычно бывает так, что человек, употребляющий спиртное, употребляет его все больше и больше и просто доходит до хрюканья, а то и смерти. Поэтому одно дело, если человек не может, а другой человек не хочет, и тогда он может погибнуть. Конечно, нет воли Божией, что погиб един от малых сих, никто из нас не от промысла Божия, чтобы погиб. Но если я свою волю согласую не с Богом, а с сатаной, ну, сатана, он человек-убийца. Понятно. Вернусь к крестным ходам. Мы сейчас довольно часто слышим такое утверждение о том, что вот православные христиане выходят на демонстрации с тем, чтобы показать какую-то свою значимость, может быть. Можно ли вообще сказать о том, что мы, участвуя в крестных ходах, что-то демонстрируем? Ну, все-таки смысл крестного хода это молитва, это обращенность к Богу плюс утверждение какой-то физической своей природы. Кто-то из святых, не вспомню сейчас конкретно, кто, говорил так, что та молитва, в которой не утверждено тело, она бесплодна. А крестный ход, когда ты, ну, даже у нас там два километра, ты идешь по жаре, поешь, двигаешься, ну, вот тебя принимает, ты чувствуешь, что тебя принимает. Вот, конечно, милости просим, кто хочет, приходите, вот, на общую молитву, на общее движение к Богу, на то, чтобы в нашем городе, в городе святого апостола Петра, которого память сегодня, да, чтобы духовная атмосфера стала здоровее, чище, вот, мы ничего не демонстрируем, вот, мы молимся Богу. Это хороший ответ, я просто уверен в том, что молитва, причем общая молитва, то есть это у нас получается как литургия, получается, общее дело, и участие в крестном ходе, конечно, тоже, я понимаю, что очень, очень полезно для... Очень важно, она дает, вот, общее дело, оно, когда ты плечом к плечу и куда-то, и с кем-то идешь, вот, ну, вот поход, например, сходишь походом с ребятами в воскресной школе, ты с этими людьми, ты как сравнился, там это какое-то время прошло, небольшое, может быть, несколько дней, но уже, вот, общая жизнь прожита, вот, так и крестный ход, когда ты с человеком идешь, рука об руку, плечом к плечу, вот, ради Бога, помолиться у святынь, ну, это, это становится какой-то реальностью братства, духовного, христианского братства. Ну, и, конечно, я так понимаю, что, вот, вот она, пример синергии, когда мы вместе участвуем в общем деле. Тут действительно в общем деле, потому что, чтобы подготовить крестный ход, нужно написать попрошение там в администрацию, чтобы нам согласовали все, нам добрые наши администраторы адмиралтейского района, вот, уже 13-й год благополучно все согласуют, разрешают, милиционеры приезжают, сопровождают наш крестный ход, то есть это действительно такое общенародное делание, это не делание там только священников, или только певчих, вот, это общенародное делание, которое дает свои плоды. Знаете, какой у меня вот вопрос есть, у нас есть представление о том, что есть часть общества, судя по фильмам, по средствам массовой информации, часть общества, которое всегда находится в таком состоянии, ну, всегда курят, всегда пьют, это, ну, вот сейчас там, слава богу, сейчас это реже значительно стало, но какие-то военные структуры, или там что-то с этим связано, всегда нам демонстрировалось, что вот, во всяком случае, рюмка и сигарета там присутствуют постоянно. Я имею в виду фильмы. Но так ли это было всегда? Да, потому что я знаю о том, что вообще российская армия всегда была как, может быть, как часть того общества, на которое надо было равняться всегда. У вас как на этот предмет взгляд? У нас батюшка на входе поминает христолюбивое российское воинство. И недалеко от нашего храма, есть здание Николаевского кавалерийского училища, одним из первых выпускников которого был великий наш поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. И на протяжении ста лет оно выпускало кавалерийских офицеров. И вот накануне Великой войны, Первой мировой войны, в этом училище учились братья Панаевы. Борис Аркадьевич, Гурий Аркадьевич Панаевы. И вот они не вписывались в офицерский, даже вот в этот элитный дворянский чин офицерский, потому что они практически не употребляли спиртного, не играли в карты, не позволяли каких-то там прогулок и ресторанов. Вот. И они были на этом на фоне уже благочестивого христианского воинства. Они были ну как святые подвижники просто. Вот так они себя вели. И вот младший брат Гурий, когда поступил в это Николаевское кавалерийское училище и увидев, что корнеты, это курс старше, играют вечером в карты, а у них дома такое было благочестие, что никаких карт в помине не было, он просто разорвал эту колоду у старших офицеров, у старшего курса младший. И вот так же у них было паломничество тоже в Сергиево пустыне у некоторых офицеров, когда они получали, производились в офицеры в благодарность, что они пошли, окончили этот курс наук, что государь император повезло в офицеры, они пешком от Николаевского кавалерийского училища ходили до Троицергиевой пустыни. Это от Лермонтовского проспекта. И когда Борис Аркадьевич Панаев ввел в обиход, написал отдельную книгу о кавалерийской пике, и тоже начальство воинское разрешило ввести эту пику снова, там, видимо, какие-то были запреты, то для того, чтобы испытать на себе, он с этой пикой проскакал до Ахтырской монастыря, где Ахтырская икона, и обратно 1400 километров с этой пикой в руках. Отпечатающе. Не куда-то там, куда-то, а вот именно в монастырь. Вот такие у нас были офицеры. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы слушаем вас. Меня зовут Ольга, я из города Гачино. Добрый вечер, отец Георгий, ведущей студии. У меня вопрос, так как я услышала, что отец Георгий это клирик храма Воскресения, Центр призывнической жизни Петербурга, у меня вопрос, связанный с ситуацией вокруг Николая Коклюгина, сложившейся. Николай Коклюгин занимался как раз борьбой с деструктивными секциями, маскирующимися под наркотические союзы и бессоциальные центры. И за эту деятельность находится более 8 месяцев заключение, как может православная общественность, люди обычные и также церковные организации помочь, вызволить его и придать это дело огласке, так как он селит по субрековному обвинению, связанному именно с его деятельностью, направленной на он фильм снял про антинаркотический союз, который под китом избавления людей от зависимости на самом деле втягивает их как раз в деструктивные пульты. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я просто, к сожалению, ничего не знаю об этом человеке. Вы знаете что-нибудь, Катя? Я тоже первый раз слышу. Я думаю, хорошо, если бы приехали к Гатче достаточно близко, приехали бы или в наш храм, вот, или в координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму в Лавре. Рассказали или мне, или отцу Максиму Плетневу, вот, что можно сделать, давайте подумаем, потому что, когда вот мы не в курсе дела, так сказать ничего нельзя. понятно. Я просто опять-таки думаю о том, что, когда вот мы говорим о противодействии, вот вы назвали центр, координационный центр по противодействию алкоголизму и наркомании, я был в реабилитационных центрах, и не в одном, и видел, каким образом происходит эта реабилитация, и меня всегда прошла одна вещь, когда люди, обращающиеся туда, не воцерковленные люди совсем, есть там, конечно, и верующие люди, но, в общем, в принципе, как правило, это не воцерковленные люди, и когда они сталкиваются с тем, что необходимо молиться, там в обязательном порядке утреннее, вечернее правило, вот как на ваш взгляд для людей не воцерковленных не является это каким-то непреодолимым препятствием в участии в таких реабилитационных центрах? Я имею в виду участие в молитве для не воцерковленных людей. Я думаю, для того, кто еще не пришел к Богу сам, и для него тяжело молиться, и он даже еще пока не верует, не чувствует необходимости в этом. Но существуют какие-то другие формы реабилитации. Совсем недавно у нас прошел круглый стол по собеседованию с сообществами анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. Очень много людей среди них православных, церковных, но также есть и инославные, и неверующие люди. однако правило вот этих сообществ таково, что они принимают всех. Я думаю, для тех, кто не может пока в православном центре быть, тот может вполне это развитая, широкая такая сеть анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, или родителей их, это вот ну и там вполне первые шаги или даже достаточно глубоко освободиться от мучающих страстей. Но мы потом все равно подходим к тому, что мне нужен Бог живой. А может быть в процессе вот этого освобождения своими силами, даже ведь в этих сообществах там есть понятие Бог, как я его понимаю, там есть понятие высшая сила, без которой я не могу освободиться. Если мы потом поймем, что это и высшая сила, это и есть Христос, это и есть Святой Дух, ну тогда слава Богу. Но кто-то остается на этом уровне, но все-таки перестает употреблять. Я думаю, это тоже хорошо. Мы сталкиваемся часто с таким понятием личный спаситель. Вы не могли бы мне объяснить значение этого такого термина? Личный спаситель? Да, личный спаситель. Ну у нас как бы и личный, и для всех один и тот же Христос. Бывает, конечно, может быть так, что мы лично мало его понимаем, мало его чувствуем, мало чувствуем его промысл, заботу, его заповеди, может быть, не читаем его Евангелие, не узнаем его святых, и тогда вот это личностное отношение с Христом не очень выстраивается. мы скорее попадаем в некий, может быть, тот же репцентр, о котором эта женщина из Гатчины говорила, а это секта, и которая вместо свободы во Христе дает порабощение очередному гуру, обычно ради того, чтобы выудить деньги или квартиру от тех, кто страдает. Поэтому, конечно, мне кажется, сейчас знание Евангелия, знание катехизиса, это просто безопасность духовная для того, чтобы мы могли не попасться на подделку, на духовную подделку, видимо, о чем вот эта женщина из Гатчины говорила, ну, просто я не знаю, там есть. Я думаю, что это нужда есть, человек употребляет, человек попадает в эту зависимость, понимает свою немощь, бросается на помощь кому-нибудь, но не идет в церковь, не идет в какие-то испытанные структуры, а идет там, где говорят, вот тут мы поможем, а тут могут оказаться и без головы, и без квартиры. Вот, а почему такое происходит? Почему человек идет, овца на заклане, просто идет в такие центры? Почему не идет в православный центр? Как сейчас вот в средствах массовой информации, в интернете, идет такая целая волна негатива на русскую православную церковь. И, конечно, сейчас все живут, в основном, молодежь, живет в интернете, если какие-то новостные ленты просмотрят, там против храмов, там против чего-то, там против другого, вот, а вот тут я буду в независимую церковь пойду, в независимую религиозную группу, она же может быть независима, это и от Бога независима, вот что беда-то. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните. Добрый вечер, Божий Виталий и Санкт-Петербург, у меня такой вопрос, у самого батюшка, вот, была первая мировая война, вторая мировая война, наш русский, да, ну, понес большие потери. В 30-е годы почти все православные священники эти были, ну, погибли. А за что вот это наказание послал на нас Бог? Наказание за что послал? Да. Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, весь 20-й век, это век войн. Весь, если говорить про Россию, про Россию, то это, конечно, там и русско-японская война, там, а там еще это было царь-батюшка, все было, так сказать, царская Россия, тоже наказание послал на нас Бог. Первая мировая война. Вот, Россия выступила на защиту Сербии, тоже наказание послал на нас Бог. Я думаю, что, ну, вот, ураганы там сейчас идут разные, наводнения, но мы не можем это остановить. Мы не можем это остановить, мы можем принимать участие в том, чтобы помочь кому-то или самому спастись. вот так, конечно, как сейчас какая-то муссируется в интернете тема, что вот за безбожие нас Бог вот так вот покарал, и там, это, ну, конечно, трудно, потому что весь 20-й век, это век ужасных войн, век техногенных катастроф. вот, а Чернобыль это что такое? Сколько от Чернобыля погибло, и до сих пор погибают людей. Вот, конечно, мы не можем все ураганы мира остановить и найти их причину, тем более в нравственном мире. Вот, мы можем только с помощью Божьей это пережить либо мужественно, с верой, либо малодушничая и как-то колеблюсь. В этом случае я хочу еще тогда вопрос задать, вообще наказывает ли Господь? Вот, отношение к Богу, который злится, который наказывает, который проявляет гнев, это все антропоморфичные выражения, которые к единой благой природе и действию Богу никакого отношения не имеют. Вот, ну, просто, наверное, я так думаю, что Господь как бы не отнимает свой покров от нечестивого. Вот, когда мы находимся под покровом Божиим, под Его благодатью, нам не страшен серый волк. Вот, а когда я своими действиями, мыслями даже, словами своими прогневляю Бога, делаю не по Его воле, Он отнимает этот покров и на меня нападают хотя бы просто законы этого мира, не говоря уже о бесовских силах. Поэтому, конечно, говорить о Боге, что Он гневается, совершенно нечестиво. Недавно встретил я на улице человека, который подошел ко мне и сказал, что вот он хочет прочесть молитву. И начал читать молитву оптинских старцев. И причем он читал ее не просто произнося слова, а видно, что он провел не один час, может быть, не один день молясь этой молитвой и понимая каждое ее слово, пропуская через себя, я был поражен. Человек этот пьющий. И когда его спросил, вот ты так хорошо молишься, у тебя такие замечательные, такие настоящие переживания, почему же ты пьешь? Он объяснил, что ему он отсидел в тюрьме 15 лет, а вот вышел совсем недавно и сейчас он пьет от того, что он отсидел несправедливо и от этой несправедливости соответственно он заливает это дело водкой. И на мое предложение каким-то образом помочь в этом плане избавиться от этого, он сказал, что нет, он не хочет избавляться, потому что это дает ему как бы сказать осознание смирения с действительностью. Он с помощью водки помогает себе не так сильно переживать несправедливость этого мира. Вот я понимаю, что этот человек не единственный такой, и наверное его история, я не говорю про тюрьму, а вообще несправедливость мира, и от этого постоянное пьянство, это распространенная я просто думаю ситуация. Вы сталкивались с такими людьми? Алкоголь как анальгин от боли, от несправедливости. Вот недавно тоже была история, женщина ушла от мужа, выгнала по-моему его, или что, или сама ушла, он полгода пил. Ну понять это можно, человеку больно, он заливает горе, ему трудно это пережить, но потом он стал что-то делать, чтобы не опуститься совсем. Поэтому наверное я бы не стал людей таких как-то осуждать, что они от своей несправедливости, тем более тюремная система, конечно, там сложно. Знаете, я был также в Минске, в Свято-Елизаветинском женском монастыре, где есть замечательное заведение, называется Лысая гора. Лысая гора это заведение для сидельцев, для тех, кто потерял жилье, и там они живут сейчас в количестве почти 200 человек, читают псалтирь неусыпаемую, работают на ферме там, ну выцерковляются и возвращаются в жизнь, как могут и с тем терпением, к которым к ним там относятся, нам бы всем, конечно, поучиться. Но они находят это место, они понимают, что там надо трудиться, не все поэтому приезжают, потому что, конечно, тебе на паперти, тебе там на рюмочку, на баночку тебе там накидают, ты можешь, в принципе, анализировать, до завтрашнего утра доживешь, но перспективы нет. А там люди становятся, знаете, вот где у нас, даже в Петербурге, неусыпаемая псалтирь читается, а здесь она читается сидельцами и людьми, которые, ну, не просыхали еще вчера, они читают по часу псалтирь. Вот такое место есть. Да, в очереди. то есть вот просто это замечательный пример, опять-таки, с энергией. В нашей, вот в этой жизни постоянном есть эти вопросы, связанные именно с тем, что человек чувствует свою какую-то обездоленность, во всяком случае, одиночество в своей жизни. Я думаю, что любой взрослый человек если он еще не пришел к Богу, он всегда чувствует свое одиночество. Тем более, когда пьянство выкашивает огромные просто силы мужские в нашей стране, и женщины остаются одни, вдовы. И эта ситуация действительно страшная. Но почему никакие даже самые страшные примеры, приводящие к смерти, пьянство, имеется в виду и наркомания, почему они не помогают другим людям? Почему нужно все время идти своим путем и делать заново ошибки? Или все-таки есть какой-то путь? Мне кажется, здесь синица в руке и журавль в небе. Потому что у него там что-то болеет. Это цирроз печени, там он в той больнице будет цирроз. У меня цирроза печени не будет. И это ну сам такой же, в общем-то. Понимаете, если бы не через свой собственный желудок ты постигал свои страсти, а читал бы только о них там у Иоанна Лесточника и о Водорофея, ну как бы сразу бы применял. Но пока тебе это не коснется вот плоти твоей, ну вот я плохо понимаю. Наверное, большинству это трудно понять. Реальность, к сожалению, особенно наркотическая зависимость, она так может сработать. Или там какой-нибудь грязный спритц, что человек с одного употребления может получить весь спектр заболеваний и просто потом не подняться. Очень больно видеть, когда молодые ребята, девчонки, которым бы жить и радоваться, они без ног, они не слышат, они зрение потеряли, вот, они покрылись какими-то там волдырями, это, Господи помилуй, вот, вот то, что вы говорили о музее трезвости, о музее трезвости, такие музеи трезвости были и в дореверсионной России, и в нашем храме, вот, и царь Николай II пожертвовал обществу Александровскому яхту, яхту свою, Марьево, она называлась, вот, она была потом переделана специально под плавучую церковь, но даже и до переделки по, по Ладожскому озеру, по Онежскому озеру плавал вот этот вот трезвеннический музей, что там было в этом музее? Ну, помимо всяких, конечно, плакатов и там записи в общество трезвости, там были вот эти вот, там, легкие печень пьяниц, в каком они состоянии, вот, и это, это у нас что-то подобное, можно посмотреть музей гигиены, у нас в городе есть музей гигиены, вот, вот, хотя бы, если у нас пока нет такого передвижного музея, ну, вот, сходить в музей гигиены, посмотреть, что такое употребление табака даже простого, ладно, там, чего там наркотики возьмем, что делать с нашими легкими табак, вот, а уж про водку, про пьянство, про аборты, это просто жутко смотреть, что в этом музее общедоступном гигиены, что там демонстрируется, вот, поэтому, конечно, вот это, наверное, работает, да? Работает, потому что я вот несколько лет ездил с таким музеем по России, от Омска до Петербурга и должен вот засвидетельствовать, что когда мы приглашали на эту выставку, передвижную выставку, например, класс школьный, то у нас было две урны, стоявшие возле нашего выставочного зала, каждый раз эти, после того, как дети там эти посмотрят, легкие кулические и прочее, полные, эти мусорки были полные сигарет, пачек сигарет, выходили и бросали сразу, потому что они видели воочию то, что происходит с их легкими. Я просто почему об этом, в общем, в принципе говорю, что, наверное, один из способов нашего нашего трезвенческого дела может быть как раз и вот в организации передвижных этих музеев, возрождение их. Во всяком случае, я уверен в том, что это тоже такая помощь Господу в, опять-таки, в такой реальной пропаганде. И, может быть, найдутся люди, которые сейчас смотрят нас, которые, может быть, могут посодействовать в этом и, может быть, возьмутся за организацию таких музеев. Было бы хорошо? Как вы считаете? Ну, конечно, потому что это просто это как знак кирпича на дороге. Вот тут встречное движение, не надо туда ехать. Я думаю, такой музей очень нужен. Вернемся мы опять и к вашему храму, и вообще, в принципе, к помощи тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Помощи в преодолении своих собственных пороков, я имею в виду, конечно, те, которые сейчас больше всего употребительны, это наркомания и алкоголизм. Но вот у меня есть такой вопрос. По статистике, которую я читал, из всех наркоманов, которые мучаются этой проблемой, только примерно несколько процентов обращаются за помощью, а остальные не считают это необходимым, но продолжают мучиться время от времени, проходя курсы лечения, что называется, прокапаться и опять возвращаются к этому. Почему такой маленький процент людей, обращающихся за помощью? Я встречал таких, которые говорят, нет проблем, я в любой момент перестану это делать. То есть человек просто отрицает проблему, отрицает это, так сказать, ну вот, сколько там, кто-то махнул на себя рукой, вот, ну такие вот у нас тоже в храме были, что вот он как-то уже там все умерли его сверстники, все умерли школьники, с которыми вместе учился, он один буквально остался и как наконец-то там, потому что он уже измучил всех, вокруг себя измучил, передознулся и умер. Вот, то есть, ну, к сожалению, ну, вот, очень жаль, что у нас, конечно, сейчас сложное время, у нас переход от системы, так сказать, социализма к системе еще мы даже не знаем какой, у нас нету общепринятых ценностей, у нас нету работы стабильной, у нас много чего нету, вот, и, конечно, вместо того, чтобы вырабатывать поиск смысла жизни, где Бог, где я в этом мире, вот, можно так сказать, да, такие проблемы, что не решить, страна погибает, работы не найти, учиться нельзя, спутника жизни тоже найти невозможно, вот, а лучше я вот забудусь тут, забудусь тут, буду чем-то таким вот заниматься, то, что меня хотя бы отвлечет от этих разных бед. и такая неконструктивная позиция, она вызывает, конечно, сострадание, жалость и печаль, что вместо того, чтобы даже ты упал, ты можешь подняться, Господь может поднять тебя, Господь может даже тягу убрать из тебя, но ты что-то сделай, но ты поверь, что это возможно. Есть такие люди, вот у нас в обществе резвости приходят и ребят, которые оканчивают, например, курс реабилитации, или здесь, в Лавре, или отца Сергия в Саперном, или в Диаконии, много фондов-то разных, православных, много, вот, когда человек, ты его видел вот тем прежним, и ты его видишь сейчас, когда он работает, когда у него там машина, когда у него семья, ну, вот один такой человек дает, мне кажется, больше веры в возможность в помощь Божия, чем все вот прочитанные разные книжки, сайты и все, а такие люди есть, я их встречал, они сейчас живут, я их знаю лично, это непридуманная какая-то информация для того, чтобы кому-то распропагандировать, выбор просто между жизнью и смертью, и есть люди, которые выбирают хлебнувши смерти, они все-таки выбирают возврат к жизни, и с помощью Божией они живут, живут счастливо, им трудно, конечно, порой, допустим, та же терапия, ВИЧ-инфекция требует пожизненного уже принятия, но это же тоже не страшно, ну ты принимаешь там каждый день какие-то таблетки, но это же возможно, а бывает человек, все, у меня такой диагноз, жизнь кончилась, все, больше не надо, чем жить, я все там, бросаюсь, понимаете, в суицид, избави Бог от этих бесовских мыслей, жизнь, возможно, даже если человек споткнулся. И в этом случае хочу задать последний вопрос в нашей передаче, когда человек сам не понимает, что с ним происходит, можно ли каким-то образом помочь этому человеку, ну, грубо говоря, насильно? Насильно нельзя, это будет озлобление, что-нибудь подвешивать ему в чай, чтобы он там, знаете, перестал пить, это бесполезно, вот, за такого человека мы можем молиться, можем показать ему свой пример трезвости и взять, например, за него обет трезвости, как делал Сергей Александрович Рощинский, великий педагог и трезвенек еще там 19 века, как делал отец Александр Рождественский, то есть обеты ближних за своих сыновей, мужей, это действует, когда человек не употребляет ради того, чтобы другой не употреблял, это работает. То есть пути есть? Пути есть. И центры, которым помочь, в которых можно помочь, тоже есть. Они живые, наполненные людьми, которые хотят, могут, и большей части на своем опыте прошли эти испытания и вышли из них достойно. Дорогой отец Георгий, я очень вам признателен за то, что вы приняли участие в сегодняшней нашей передаче «Беседа за батюшкой». Я очень прошу, пожалуйста, благословите всех наших телезрителей и в особенности тех, кто сейчас, может быть, принял решение стать трезвым человеком. Господи, благослови всех нас. В нашей передаче принял участие протеерей Георгий Пименов, сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму в Санкт-Петербургской епархии. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за то, что вы нас смотрите и не оставляете без молитвы вашей и без вашей жертвы, не оставляйте наш канал. Спасибо вам большое, всего доброго и до следующей встречи. Увидимся в передаче «Беседа с батюшком» на Первом православном канале «Союз». Редактор субтитров А.Семкин